так всем привет меня зовут максим решил поиграть в warcraft который очень очень давно захватил мое сердце и потом естественно с течением времени эта игра стала не прям сверх актуальная но я решил создать эту историю попробовать еще раз ее пройти полностью со всем дополнением она у это же было куплено на диске поэтому я там вообще фанатеал эта история мы играли в сети battle.net создавали карты с пацанами ну а потом все тело затухло сейчас мы будем проходить кампанию при вас все создадим все будет новое так игрок в принципе без разницы мы будем играть кампу по нею по всем канонам так уровень сложностями сразу выберем высокий пролог исход орды компания альянса играю в пролог вы можете прекрасной заставки раньше прям действительно круто делали время ускоряет свой бед сын дуратона вновь вспоминается былая вражда и ветер доносит до нас эхо войны а 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 Продолжение следует... 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 небольшой чесить да добыл за честь здесь у нас драка будет хорошо что он спит иначе нам пришлось бы тубы но мы родим конечно никто не уйдет мы ты не нападем смотрим все темные области которые за честь да и тем как исследовать за честь не следуете перед этим и катидайзу ответственно нужно обязательно посмотрел сколько мы смогли исследовать все тем области сочи поможем получаем очень прикольный долин осторожно воины эти твари по ночам не спят не воспринчил к магии никто не уйдет прекрасно не просто сахар есть стояла до 100 процентов до идем сначала на меру никто не уйдет зачем не падает потому что там я же дальше продолжение мы посмотрим здесь здесь путь добыл да ну лок норож в бой никто не уйдет защита плюс один прекрасный бери замечательно магическое кольцо весьма полезное приобретение в зависимости от своих свойств она будет улучшать характеристики героя который его носит за честь добыл не что за честь добыл да добыл за честь смотрим право есть еще раз добыл перед тем как эти леные тролли я не могу поверить что когда-то они тоже были частью орды никто не уйдет час пробил что-то там утром моих мочить начинают сейчас у трала осталось не так уж много маны если ее запас иссякнет ваш герой не сможет пользоваться магией зелье поможет ему мгновенно пополнить запас маны какая удача в этом сундуке хранилась магическая книга прочитав ее ваш герой улучшит одну из своих основных характеристик чтобы узнать какую выберите травма и укажите курсором на пиктограмму книги на этом что сделал я все робил чем там улучшился ну ладно что-то он улучшить мы можем идти подать использовать волю хилку добы воду нет но у меня сейчас это один тоже дaintнется получил или знаку круто до дошли основное здание выплат пророк за часть приветствую тебя сын дуратона я знал что ты сумеешь отыскать я видел тебя во сне кто ты откуда ты меня знаешь я знаю многое юный вождь и о тебе и о твоем народе кто я сейчас неважно важно то что ты соберешь своих воинов и вы покинете эти земли покинем о чем это ты человек человек во мне давно не осталось ничего человеческого я изменился я стал другим знай я видел будущее видел огромную тень надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его ты ведь тоже чувствуешь ее приближение демоны они возвращаются и лишь за морем на далеких берегах калимдора у тебя будет шанс устоять против них ну разве мы отвечу на все твои вопросы юный вождь когда придет время а сейчас собирай своих воинов мы еще встретимся бред безумца ну духи говорят что я должен верить ему вот как то так девять минут мы играли в пролог шкаф но не в пролог это первую часть пролога глава 2 отплытием три дня спустя на побережье лордерона прошло три дня а этот пророк так и не объявился надеюсь я не зря доверился ему вождь кланы выступили в путь по твоему зову но им нужно время чтобы добраться сюда нужно разбить лагерь когда прибудут мои воины у них должна быть еда в достатке и крыша над головой да вождь воин известно лишь что нибудь о громе задире клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь нет вождь от затиры давно не было вести проклятие куда же он подевался и так постройте логово лесопилку казармы и мигающая кнопка на имиде 5 экрана показывает что в походный дневник была добавлена новая запись щелкнув на этой кнопке вы сможете прочесть описание вашего задания так ну что вот задание у нас вы строите лагерь давайте так построить злогово лесопилку казармы чтобы построить лагерь и напомнить ряды что мы берем его рабы могут добывать золото строим на рудниках один золотой лесопил как раз находится неподалеку так значит нужно выбирать получив приказ добывать золото араб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей вот еще несколько рабов замечательно мы сейчас не отпустим на добычу вас ваш золото сначала отображается в правой верхней части экрана за потому что нам нужно запас растет устроили того как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождей значит нам нужно было построить лесопилку обеспечив себе стабильный доход вы можете приступать к строительству лагеря для этого вам понадобится еще несколько рабов выберите дом вождей правом нижнем углу экрана ватина имя покупка занимает некоторое время выбрав дом вождей в середине нижней части экрана не дайте больше индикатор показывающий вот сколько времени осталось до появления раба растет и вам нужно построить еще одно логово орков логово обеспечат вашу армию едой благодаря чему вы сможете нанять большее количество защелки на кнопки построить в правом нижнем углу экрана не хочу логово строить обратите внимание на панели приказов появились новые кнопки они соответствуют различным типам зданий которые вы можете построить в данный момент чтобы построить логово орков щелкните на соответствующий кнопки уже не логово орков теперь ухажите курсором на то место где вы хотите возвести эту построю определив чтобы запас древесины пополнялся быстрее купите еще несколько рабов и отправьте их рубить лес а мне нужно построить логово понятно логово орков мы построим рядом же с удовольствием без энтузиазма это сказал у вас почти не осталось древесины без этого ресурса вы не сможете продолжить строительство лагеря чтобы раб пошел рубить лес выберите его и щелкните правой кнопкой мыши на ближайшем деле получив приказ добывать древесину раб начнет курсировать между лесом и ближайшим домом вождей алиса пил кто на хрена 4 не понял ну ладно сейчас посмотрим и думал а наверно за что-то отвечает для создания делу сделано железное оружие ближнего боя увеличивает увеличение сил атаки пока йоги сделано там либо щиты нажмите лесопилка также позволяет проводить разлить так мы можем производить железное оружие теперь логово готово и строившему его рабу можно дать новое задание в правом нижнем углу экрана появились кнопки доступных усовершенствований указав курсором на любую из них вы получите подробное описание щелкнув на кнопки вы начнете исследовать а если да давай кого-то сделаем и сверху до кинем еще внушно 3 виски на не хватает мы сейчас это сделаем обязательно сразу за ним это довольно долго кстати но я думаю что нам нужно добавить еще 2 на золото 2 на дерево вот и таскать не в лесопилку все превосходно вся как сейчас он создастся и у нас по зданию еще нужно казармы сделать нам хватит на казарму казарма у нас стоит 7 с дерева проблема взрыву теперь у вас достаточно золото и древесины для постройки казарм в казармах можно нанимать разницы в принципе куда ее ставить потом наймем войско и пойдем исследовать не по вот этим исследование завершено а вон туда сначала хотя по моему а ну и не пойдем все ничего там делать так у нас еще один раб году его мы отправляем сначала на деревья так этих 2 чтобы было 5 и одного потом тоже на дерево так у нас почти построился построились казармы и там нужно будет нанять пять войск лесопилки мы практически закончили все исследования который нам ряд действительно не необходимы чтобы наши войска были сильны плюс еще не забываем что повышенный уровень сложности сейчас поставлены итак она у нас завершила дело сделано если вынимаем завершено пятерых раз два три пока три продолжайте нанимать бугаев пока задание игры не будет выполнен сделаю нет за удовольствие в золото три есть надо четыре есть нужно пять ждем моя жизнь принадлежит арте сколько я помню мы можем сделать сборный пункт там где необходимо это будет здесь вы только что указали сборный пункт в который будут следовать все воины нанятые в этом здании чтобы указать сборный пункт выберите здание в котором можно нанимать войска и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты шикардосик моя жизнь принадлежит арте но еще одного 2 есть ждем троих в принципе можно выдвигаться наверно на исследование карты моя жизнь принадлежит арте какая толпочка началась здесь золото здесь очень много и я не знаю нужно ли нам что-то сейчас еще потому что судя по строить нам пока особо нечем даже не к поет понадобится еще логоворков моя жизнь принадлежит арте сразу поставим и делаем потому что я вижу нас прям притык час людей мы поставим еще одно чтобы можно было нанять и обязательно 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 но стражей башни явно потом будут алтарь бури у нас есть моя жизнь принадлежит когда не выполнены обустроить и лагерь выполнена сейчас по идее должна быть какая-нибудь к сцена давайте смотреть орки вы нарушаете приказ альянса мы уже взяли в плен одного из ваших командиров если вы сдадитесь сейчас мы сохраним вам жизнь вождь они говорят что захватили в плен одного из наших может быть это гром надеюсь что нет но если они подняли руку на затиру локтар угар вперед воины прогоним людей уже погнали займем на поле да понятно не будут мочить всю историю да да был так сейчас дорожка они так или иначе уничтожен сейчас все наши части которая есть мы скорее всего поэтому можно спокойно белый сделал следовательно за честь добык можем получить к важным бонусы добычим их это не будем сейчас маму пройти час пробил заработаем монетки жалкие людишки уничтожены гром должен быть на другом берегу я знаю бой никто не уйдет сейчас пробил что нибудь полезно и никто не уйдет с этим исцелением одно из наших зданий было повреждено в бою для отремонтировать его выберите раба и щелкните сначала на кнопки ремонтировать а затем на поврежденном здании в бой смысл метам этого раба и убьют лог на рожь ну ладно давайте 1 возьмем чё надо хозяин духи не знают усталости я будем дальше изучать за честь здесь у нас тропиночек нет но вот тут явно что-то может быть теоретически дали по карте добыл не знаю посмотрим сейчас мы сопроводим нашего раба чтобы чинил так нас наступаю ночь за честь добыл а ночь как мы помним у нас уменьшается область видела бы давай короче починишь да и начнем с того что я мочить их здание раз не нашу мочит причем очень тупо что они замочили одно это не до конца час пробил и убежали все типа дальше не пошли добивать тем временем у нас уже очень много ресурсов накопилось за честь сюда нельзя дома мы мочить жилые зачем можем зато можем попробовать зайти на поле а там ничего нет здесь тоже ничего интересного значит сначала мочим башню только потом не оборот улок на рож да за честь заходим на территорию до добыл нормально так отстроили так до минуемых у меня сначала вниз добыл за честь и где он не уйдет а во славу орды вы получили подкрепление шимана орков могут сражаться долине бою владельцы кланем очищения а что делать очищение если в одном отряде есть несколько магов может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними чтобы использовать заклинания каждого и для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности обратите внимание выбранные воины соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана один из портретов выделен желтой рамкой переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши там или щелкая левой кнопкой мыши на соответствующих портретах никто не уйдет лок норож лок норож моя жизнь принадлежит арте займемся этим никто не уйдет так давай зачищай дальше лок норож и все то есть короче по факту нельзя нам никак за честь протиснуться как-то как-то вот красиво такое связка так нету шута за честь понятно ну ладно что мы идем дальше ну чё шаман не выделился табу никто не уйдет лок норож чисто толпой за честь за честь джаз пробил лок лок да блин на вас мочили ну ладно духи не знаю жалко ласти дабу и что тут рыжевые башни чтобы освободить гром да в бой они нас будут бить сейчас пробил в бой нельзя применить лок лок норож час пробил там кораблики какие-то все шаманов перебили что лок за честь дайте грома давайте сейчас наверно в конце не просто спадится гром ты в порядке в полном братишка пострадала только моя гордость забудем об этом мы покидаем земли людей навсегда ну наконец-то идем у меня есть идея мы могли бы одолжить у людей их корабли хорошая идея но нужно еще дождаться остальных орда в сборе вождь мы ждем твоих приказаний в путь юный трал плыви на запад к берегам калимдора там ты найдешь свою судьбу там обретет спасение твой народ ну так довольно небольшая сценка была двадцать минут на нее потратили и все смотрите значит пролог на совершен следующий мы приступаем к кампании альянса но это уже в следующий раз спасибо всем кто смотрел если любите игру обязательно пишите в комментариях давайте обсуждать делиться какими-то нюансами ну и в принципе поддерживать общение все давайте всем пока спасибо 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 спасибо